МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Карантин на улицах города. Особо опасный вирус в левобережном квартале Воронежа. Маленькая хитрость с большими последствиями или частный бизнес под маской муниципала. Коровы особо ценной породы доставлены в Бобровский район. К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Начнем с международных событий. Китай опроверг сообщение о прибытии в Венесуэлу своих военных советников. Докануне СМИ сообщили о прибытии в Каракас 120 бойцов. Народно-освободительной армии Китая для оказания помощи президенту Николасу Мадуро. По заявлениям китайских дипломатов, Пекин придерживается норм международного права и не вмешивается в дела других стран. Между тем, в Венесуэле проживает много выходцев из Поднебесной. Во время отключения электроэнергии 10-12 марта в городе Маракаеба произошла серия грабежей, от которых пострадали и магазины китайских торговцев. Убытки составили около 30 миллионов долларов. Бывший председатель Совета директоров Рену Ниссан Карлос Гон арестован в четвертый раз по требованию японской прокуратуры. После его освобождения под залог почти в 9 миллионов долларов прошло меньше месяца. До этого он провел в тюрьме 108 дней. Гон уже успел заявить, что его арест является возмутительным и служит лишь для того, чтобы морально его сломать. Все обвинения он называет необоснованными. Между тем, бывший топ-менеджер задержан в связи с новыми обвинениями в приобретении яхты на деньги из резервного фонда Рену Ниссан. Новости ближнего зарубежья. Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским. Главный конкурент на пост главы государства накануне вызвал действующего президента Украины на публичный словесный поединок, который должен пройти не в телевизионной студии, а на стадионе Олимпийский. Порошенко ответил, что согласен пойти на условия Зеленского, несмотря на то, что законодательство обязывает проводить дебаты как раз именно в студии. Цитаты о стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович, заявил действующий украинский лидер. Многие эксперты предрекают, что это будет необычное шоу, которое войдет в историю. Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский почти вдвое опередил Порошенко по количеству голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. К федеральным новостям в интернете бурно обсуждается видео с пожилой женщиной, которая буквально ползком спускается по лестнице из травмпункта поликлиники города Первоуральск Свердловской области. На видео заметно, что нога у женщины травмирована. Пользователи интернета ругают автора видео за то, что он не помог ей, а лишь снимал на камеру. Но с другой стороны, как бы мы с вами узнали об этом вопиющем уровне обслуживания пациентов в медицинском учреждении. Оказывается, травмпункт в поликлинике городской больницы номер один Первоуральска действительно почему-то находится на втором этаже, что удобно не всем. Несколько лет назад, по словам персонала, там оборудовали подъемник, который, видимо, работает не всегда. Поликлинику сейчас проверяет Следственный комитет. Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала «Россия-1» заявила, что правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье. Связано это с тем, что россиянки стали позже рожать. Например, в 2000 году до 25 лет рожали 60%, а в 2017 году лишь 45%. По словам вице-премьера, число женщин репродуктивного возраста снижается и сейчас не превышает 35 миллионов человек. Возможности финансового стимулирования рождаемости ограничены, но для спасения нации государство готово не скупиться. Сейчас материнский капитал составляет 453 тысячи рублей, а с 2020 года сумма вырастет до 470 тысяч рублей. Региональные новости. В городском квартале на левом берегу Воронежа ведут карантин по бешенству. Действовать он будет до 5 июня на территории, ограниченной улицами Туполева, Баррикадная и Волгоградская. В опасной зоне побывала наша съемочная группа. Хронология событий, за которыми последовал карантин, уложилась в три дня. 31 марта жительница дома по улице Туполева увидела, как стая бродячих собак гоняется за кошкой. Женщина спасла животное, но кошка вместо благодарности покусала ей руки и на следующий день умерла. Женщина, заподозрив неладное, принесла труп животного в антирабический центр. И вот результат анализа – бешенство. 2 апреля медики выехали на место для расследования. Опять встречались с этой женщиной и выясняли все подробности контакта женщины с животными или с этой кошкой, кто пострадал, какие были условия и так далее. Потому что старались как можно больше выяснить, чтобы не пострадали другие люди. На текущий момент эта женщина находится на вынужденной вакцинации в Пастеровском пункте и проводит курс лечения или профилактической вакцинации против бешенства, чтобы не погибнуть. По многолетним наблюдениям медиков, наиболее часто людей и домашних животных кусают зараженные собаки и лисы. И тех, и других в Воронеже много. Чаще всего встречаются на окраинах и возле водохранилища. Также бешенство передают коровы, лошади, свиньи. Классическое проявление бешенства у животного, именно классическое, то есть это изменение голоса у животного, это была собака, отвисание нижней челюсти, хрипота, отказ от еды, обильное слюнетечение. Вот из 100, я боюсь ошибиться, 24 случаев, в которых непосредственно я и наши люди принимают участие в ликвидации и так далее, я видел один раз. Это было на улице Новикова. Бешенство – опаснейшее заболевание, особенно если вовремя не обратиться к врачу. Если вас, не дай бог, укусило животное с такими признаками, надо немедленно обращаться в травмопункт. Последний случай смерти человека от бешенства в Воронеже произошел в 90-е годы, а в области – в 2008 году. Так что во избежание летального исхода зараженному предстоит 6-месячный курс уколов плюс 3 месяца реабилитации. Вирус бешенства – это особо опасное карантинное заболевание, которое по нервным клеткам, нервным стволам приходит в головной мозг. В результате психика меняется. И если нормальная лиса, не инфицированная вирусом бешенства, она на внешний раздражитель все-таки реагирует. Если человек замахнулся, она должна уйти, бежать, спрятаться. А с учетом нарушения структуры головного мозга и координации в результате у данных животных проявляется агрессия. Главное, говорят специалисты, предотвратить саму возможность заболевания. Профилактическая вакцинация касается не только домашних животных, но и сельскохозяйственных – лошадей, крупного рогатого скота, свиней и вообще всех теплокровных животных, живущих рядом с человеком. Бездомное животное не следует гладить, не нужно протягивать к нему руки, не нужно кормить руки. Если вы хотите пожалеть животное, а какое-то участие в его судьбе принять, достаточно просто покормить, положить еду где-то подальше и избежать контакта. Поскольку именно такое поведение является для того, чтобы потом попасть к нам для прививок. Животные кусают незнакомых людей даже самыми лучшими позывами и порывами. И тем не менее же люди оказываются у нас и получают курс профилактических прививок против бешенства. В прошлом году ветеринары привили от бешенства 15 тысяч домашних собак и более 6 тысяч кошек. А за первый квартал этого года привиты 2 тысячи собак и около тысячи кошек. В каждом случае люди сами приносят своих питомцев для прививок. Так что есть надежда, что бешенство уже не превратится в пандемию. Игорь Захарченко, Игорь Наумов, 41 канал. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении частной компании, обслуживающей платные парковки, за то, что она прикидывается муниципальной. О маленькой хитрости с большими последствиями в материале наших корреспондентов. Это платная парковка, может и парковка, но уж точно не муниципальная. Частная компания, говорят антимонопольщики, просто не имеет права так называться. К нам поступают заявления граждан о том, что данная компания использует слова «муниципальная парковка» на своих стендах, на своих вывесках при организации платных парковок в городе Воронеже. У ассоциации любого потребителя слово «муниципальная» подразумевает, что какое-то государство имеет отношение к этой компании, либо к этой парковке, муниципалитет. Это не так, это не соответствует действительности. Компания частная, поэтому слово «муниципальная» она не имеет права использовать. Еще в январе ФАС выдала предписание для белгородской компании не использовать термин «муниципальная парковка». С 1 апреля таблички должны были исчезнуть с улиц города. Несмотря на предписание ФАС, вывеска «муниципальная парковка» белгородской компании после 1 апреля продолжает водить народ в заблуждение. С момента ведения платных парковок, а прошло уже полгода, для многих воронежских автомобилистов мало что изменилось. Мы дорогу платим, вот эту платную, сколько там уходит миллионы, миллиарды. А еще и платные парковки, правильно? Я согласна, платные. Тогда мы уже везде, чтобы стоять. А то она еще и платная, и встать негде. По мнению известного общественника Галины Кудрявцевой, функции частной компании могли бы выполнять местные комбинаты по благоустройству. Нет в этом и экономической выгоды. Ведь, как известно, даже через пять с половиной лет городской бюджет получит лишь 40% от общей прибыли частной компании из соседнего региона. Получается, что просто жители города Воронежа сделали массой питательной для частного бизнеса, который не приносит воронежцам абсолютно ничего, только тянет деньги из их кошельков. Между тем, 2 апреля в отношении белгородской компании «Городские парковки» ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Первое заседание намечено на 11 апреля. Если ситуация по-прежнему не изменится, то белгородцам грозит административный штраф до полумиллиона рублей. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Молочное животноводство – одна из ведущих отраслей аграрного сектора Воронежской области переживает бурный подъем. Только с начала этого года хозяйство региона приобрели уже более 4 тысяч коров галштинской породы. А накануне в Бобровском районе на пастбище выпустили еще более 200 голов молодняка. Эти молодые телочки приехали в Воронежскую область из Германии. Скоро у всех у них появятся телята. Закупать за границей коров у нас сейчас выгоднее. Купить животное за бугром дешевле, чем вырастить его на нашей земле. Эти буренки ехали из Германии 4 дня. В дороге несколько раз делали перерывы для отдыха. Скот загружается на специализированный транспорт. Двухэтажные скотовозы оборудованы кормушками, оборудованы поилками. В зимнее время поилки с подогревом. В течение 7 дней двигаются они в сторону компаний-получателя. Два дня из-за времени, что они едут, они останавливаются на площадке отдыха. В приоритете у фермеров всего мира галштинская порода коров, отличающаяся высокими удоями, отсутствием особых требований к условиям содержания, средней мясной продуктивностью. Для создания галштина вскрещивались разные породы крупного рогатого скота из Бельгии, Дании и Голландии. Основная селекционная работа проводилась в XIX веке в Америке. Еще одно отличие этих коров – добрый нрав. Животных закупают обычно в Дании, Голландии, Венгрии, Нидерландах и Германии. Теперь привезенные телки будут на карантине 30 дней. Сотрудники Управления Россельхознадзора проверяют документы на животных и проводят клинический осмотр коров, чтобы выявить наличие болезней. Также будут проведены все противообезотологические мероприятия. По истечению 30-дневного срока, если все хорошо с животными, тогда их приведут в общие стадо. Проходят животные карантинные мероприятия и перед тем, как покидают родину. Там карантинные мероприятия короче на два дня – 28 дней. Проводится исследование крови животных, проводятся вакцинации. Исследуется кровь на болезнь Шмаленберга два раза. С первого по седьмой день и с пятнадцатого по двадцать первый день. Также проводится исследование на болезнь в блютанах. Выход животных из карантина в основном по причине травм происходят. Бывают хромые, бывают исхудавшие животные. После окончания карантина, когда все результаты исследований все отрицательные, все хорошо, скот допускается к экспорту в Российскую Федерацию. Молочный кластер Воронежской области развивается семимильными шагами. Галштинская порода в среднем за день может давать до тридцати восьми литров молока. Доят их три раза в день. Воронежская область является одним из лидеров по производству молока и молочной продукции странно-черноземного региона. Динамика роста очень большая, поэтому ежегодно увеличивается количество ввоза импортного племенного крупного рогатого скота. В 2018 году было завезено более 17 тысяч голов. Из тех же периодов 2019 года завезено уже более 4 тысяч голов. Коров иностранок в нашем регионе, уверены инспекторы Россельхознадзора, с каждым годом будет только больше. Разведение племенных коров сейчас считается прибыльным делом при грамотном и умелом подходе. Объемы все равно будет больше, чем в прошлом году, потому что и новые фирмы открываются. В прошлом году в Воронежской области был установлен рекорд по производству молока. Только в день у нас производят 2000 тонн молока. В последний раз такие объемы производства были в 1994 году. Наша область занимает четвертое место среди всех российских регионов по производству молока. За 10 месяцев в регионе произвели почти 550 тысяч тонн молока. Воронежский климат и ландшафт идеально подходят для образа жизни галштинских пород. Так что стакан от галштинских коров из Воронежской области стоит на столах многих жителей нашей страны. Елена Цветкова, Олеся Алисюк, Игорь Наумов, 41 канал. А теперь о погоде на завтра. 5 апреля в области повсеместно пройдут дожди со снегом. В Хохле температура воздуха будет плюс 2. В Борисоглебске, Рамоне и Семилуках температура воздуха плюс 3. В Боброве, Бутурлиновке, Лисках, Нижнедевицке плюс 4. В Острогожске и Павловске 5. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Россоше 6 градусов тепла. В Богучаре 7. В Воронеже завтра плюс 3. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. 5 апреля православные почитают святого Филита, который был знатным сановником при дворе императора Адриана. Завиров Христа, святого его жену и двух сыновей подвесили на дереве и ножами строгали тела. На другой день их погрузили в котел с кипящим маслом, но масло остыло и мученики остались невредимы. Палач был так поражен, что сам уверовал, вошел в котел и остался жив. Святых в присутствии императора снова и снова бросали в кипящее масло, но безрезультатно. И только когда посрамленный Адриан ушел, мученики с благодарностью отдали Богу души. Также 5 апреля церковь почитает святого Никона, которого считали покровителем игры в шашки. Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключаются в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова